Еще более 370 единиц тактического снаряжения передали приморские волонтеры в зону специальной военной операции. Губернатор Приморского края посетил швейный цех во Владивостоке, где отшивают тактическое снаряжение, одежду, плетут маскировочные сети. Волонтеры, просто неравнодушные люди, шьют сети маскировочные, делают пятиточники, носилки специальные. Поэтому сумки под магазины, под сбросы. Все необходимое для того, чтобы ребятам было там легче воевать, чтобы они чувствовали тепло родного дома. Их здесь ждут с победой, верят в них. И сегодня мы видим, что воины 5-й армии показывают хорошие успехи по всем направлениям. Наши ребята Тихьянского флота, десантники, летчики, все работают на одно. Значит, там на победу, а мы куем победу здесь. Волонтерам помогают с покупкой материалов и швейных машин правительства Приморского края, администрации Владивостока и Дальнегорска, контрольно-счетная палата края. На данный момент добровольцы уже отшили 665 точечников. Военные в чатах обращаются в специализированные чаты, в швейные чаты, в чаты умелых рук. И наше волонтерское движение, оно родом от Донецкой Республики. Идея была высказана, озвучена бойцами армии с 2014 года, что военных нужно уметь спасать и нужно шить специализированные изделия тактической медицины. Это медицина катастроф, это первичные предметы снаряжения, на столе они представлены, те предметы, которые позволяют военных быстро вынести из горячей точки. Трудятся в этом швейном цехе волонтеры Всероссийского движения «Золотые руки ангела». Это в основном жены и матери военнослужащих, участников специальной военной операции. Боевой отряд в тылу только во Владивостоке насчитывает 200 человек. Артем Белов и Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.